Всем огромный привет! Сегодня готовим очень вкусное блюдо, чтобы как-то разнообразить наш ужин. Предлагаю приготовить сегодня мясные гнезда с замороженной овощной смесью. Причем смесь это может быть любая, состоящая как из обычных овощей, просто из овощей, да, морковка, горошек, стручковая зеленая фасоль, либо вот такая как у меня уже с добавлением риса, это просто обычная замороженная гавайская смесь. Будет очень вкусно и очень быстро. Фарш, фарш берите любой, у меня фарш уже готовый, свинина, не свинина, говядина, говядина, курица. Через мясорубку добавляете лук, чеснок, перец, соль по вкусу. Фарш готов, можно купить покупной фарш, но я не советую, я фарш всегда делаю дома. Немного зелени, немного сыра для посыпки наших гнездышек в самом-самом конце. И, конечно же, для пикантности свежая морковка и свежий лук, который мы сейчас будем обжаривать. Все готовится очень быстро и просто. Сейчас нарезаю лук, можно нарезать помельче, и отправляем на сковородку его обжариваться. Обжариваю лук до золотистого цвета. К обжаренному луку добавляю тертую морковку и обжариваю еще буквально минут 5. Добавляю смесь из замороженных овощей. Не забудьте посолить, поперчить, добавить ваши любимые приправы. Так как мясо у нас уже готовое, фарш готовый, а овощи надо посолить по вкусу. Все хорошенько перемешиваю и довожу до полуготовности. До полуготовности, потому что у нас все равно все будет еще стоять в духовке. Наша овощная смесь готова. Теперь делаем из фарша вот такие мясные гнездышки. Для этого я скатываю вот так кружочек из фарша. Придаю ему круглую форму. И делаю просто толкушкой углубление в самом фарше. Вот так. Вот такие красивые гнездышки получаются. Теперь каждое гнездо я заполняю нашей овощной начинкой. Причем запомните, начинка может быть абсолютно любая. Вот какие замороженные овощи или даже свежие у вас лежат, такую начинку и используйте. Будет вкусно в любом случае. Побольше так заполняю. Вот так. Очень красиво и оригинально уже даже смотрю. И отправляю наши мясные гнезда в духовку, разогретую на 180 градусов примерно где-то минут на 40. Так как у меня тут говядина, поэтому так долго. В принципе смотрите по своей духовке, может быть у вас получится и раньше. Вот так все у меня получилось. Теперь посыпаем всю эту красоту сыром. И отправляю в духовку буквально еще на 10 минут, чтобы сыр сверху немножко расплавился. Ну и вот такие очень вкусные мясные гнезда с овощами у меня получились. Обязательно попробуйте, сделайте разнообразием свое меню. Это очень вкусно, без капли масла. Ну не считая ту каплю, в которой мы обжаривались овощи. Кому понравился этот рецепт, обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И вступайте в мои группы ВКонтакте. Делитесь там этим рецептом со своими друзьями и родственниками. Всем огромное спасибо, до свидания и пока.